Сериалов герои Нэшвилл призналась, что ситуация на Украине сильно повлияла на их с Кличко совместные планы. Однако актриса надеется, что со временем все наладится. 38-летний Кличко проживает сейчас в Германии, однако по-прежнему тесно связан с родиной, не в последнюю очередь из-за своего брата Виталия Кличко, принимающего более чем активное участие в украинской политике. О погоде в Ялче и Анапе завтра около 19 тепла, в Феодосии плюс 17. В Петербурге в среду непоблачно с прояснениями и без существенных осадков, ночью 1-3 тепла, днем плюс 8-10. В Москве завтра синоптики пообещали переменную облачности без осадков, ночью 1-3 тепла, днем плюс 10-12. В эти минуты в российской столице около 6 тепла. Далее в эфире новости спорта. У микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Допадающему в Недогорскому металлургу Сергей Мазякин был обязан явиться в расположение сборной России, заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он отметил, ссылаясь на положение ФКР, что игрок, приглашенный в сборную, обязан приехать в лагерь национальной команды. Только врач сборной вправе констатировать наличие игрока травмы, рассказал Третьяк. Президент Федерации добавил, что за отказ прибыть в национальную команду, ФКР совместно с тренерским штабом сборной России может применить санкции к игроку. Ранее сегодня в прессе появилось заявление лучшего игрока Кубка Гагарина, которому он объясняет отказ поступать в национальную команду необходимостью восстановиться после травм. Как отметил пресс-атташе сборной Игорь Ларин, тренеры команды совместно с Мазякиным приняли взвешенное решение. Чемпионат мира по хоккею стартует в Минске 9 мая. В первый день турнира россияне сыграют в команду в Швейцарии. Бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпиады Кюкини Динара Сафина, объяснила завершение карьеры на теннисском турнире в Мадриде тем, что именно там в последний раз она выходила на корт. Об этом спортсменка рассказала в интервью официальному сайту Федерации Тенниса России. Ранее стало известно, что Сафином 9 мая приедет на турнир в Мадриде, где пройдут официальные проводы из профессиональных...